И все умрём! С чего начинается постройка любого плота? С крайне френдли ограбления. Блин, что-то такое происходит, что вообще? Переокрылки, я ненавижу. 9 мая, ребята. Синнирок-фирюргов. Сегодня 9 мая, и мы строим очередной плот. Но прежде чем его показать, я покажу то, что мы хотим сделать вначале. Это тестировочная версия, проверка того, держит ли вода вообще что-то. И для этого у нас есть два отважных энтузиаста, которые решили попробовать матрас. Их цель на матрасе переплыть вот эту протоку до вот того острова, а это сегодня последняя переправа. У них есть два весла, которые сделаны из банок из-под молока. Ребята, перед тем, как вы уплывёте, что вы скажете? Дай верёвку. Нет. Где верёвка? Нет, для потомков. Для потомков. Алексей, скажи что-нибудь. Главное, чтобы лёгко выжил. Верёвка? Так, им нужна верёвка. Что мы скажем? Мы дадим вам верёвку. Что вы скажете? Голосование. Голосование. Ладно. Будем же брать камеру запасную? Камеру? Вы на меня показываете, почему? Уже правда, надо перестись на камеру. Это результат. Итак, агрегат пошёл. Смотрите, пока что они движутся. Пока да. Пошёл процесс. Стой. Не уходи. Стойте, стойте. Давай. Нет, другой. Что вы делаете? Стой. Что это? Что происходит? Илья! И несёт же сейчас. Что вы творите? Это наша запаска. Илья! Что ты сделал? Мне говорят, за мной запаску. Конечно. Илья! Догоните запаску. У них наконец появилась цель. Костяная. Они подошли. Блин, что-то такое происходит. Что вообще? Что происходит? Потеряли уже одну камеру. А вы без верёвки в итоге поплыли? Он спускает на трассе. Так вообще выглядит просто настолько легко, только непонятно, ну как возвращать, ну типа это непродуктивно. Дружеский мальчик. Я вратарь, здесь Яна мне не забьет. Да ё-моё! Я плохой вратарь! Это мой провал! Ой, я вообще возила! Мы просто в самую жижу встали. Мелко, мелко, мелко. Давай, хуяк пол лопаты. Убирай сейчас это, может, мелочь. Приехали червяков покопать. Торжественную ленточку будем разрезать? Тут всё в каналах. Об открытии канала. Канал ещё не достроился, оказывается. Деньги тоже бюджетные. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Торадует. Ха-ха-ха! Точно! Ой, ну, 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 беда! Мы же пенопласт там оставили. Ну, пенопласт это такое, а не экологичное. Ну, а что делать? Мы же потом бы их забрали, они не сильно бы далеко были. Ты стекаешь, нет? Стекает. Фестиваль стечения. Мы готовимся к старту, к первому старту нашего третьего плота. И наш плот готов, сейчас мы его осмотрим. Соня, идём. А мы его не взяли, мы взяли внимание. Мы сейчас это сделаем прямо в режиме съёмки. Яна, ты знаешь, что делать? Яна, готовь шрифты. В общем, мы надули покрышки, у нас есть газонские покрышки и обычные газельские покрышки. Вот, натаскали досок, на Ладоге много заброшек у берега, найти доски здесь, это не проблема. Это исторические кадры хулиганского удаления досок. С чего начинается постройка любого плота? Да, крайне френдли ограбления. Ну, хулигански удаляем. Конечно, мы всё удаляем. Считаю, что эту фразу надо патентовать. Связали всё, и у нас 100 метров верёвки. И наша цель, вот, есть небольшое течение, туда-сюда плавать будет тяжело. У нас есть маленькие весла, но даже с ними плавать будет тяжело. Ну, мы сделаем следующее. Мы один раз переплывём, натянем верёвку и будем, как на пароме, будем тебя тянуть туда-сюда и переберёмся на этот островок. За ним будут ещё две маленькие протоки, и только через две протоки, помимо этой, у нас будет лагерь на большом красивом острове. Всё? А, ну, ещё не всё, нет. С той стороны. Да, с той стороны. У него есть борт вообще какой-нибудь? Конечно. Билборд. Так. Художница Яна сейчас сделает. Герд, их попрошу не смотреть. Соня, 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 почему плот называется утка? Пока я ехал в второй экипаж, они нашли утку, сегодня мы будем готовить. Тоня понял этот кусок непонятно чего, это птицы. Это утка. Это утка. Мы решили назвать плот уткой, потому что плоты называют в честь птиц. Плоты и вообще транспортные средства. А утка плавает. А утка плавает, да. Это логика. Вечда, наконец-то. А я вспомнила песню, что ты красавица, а я уёб ещё. Запигаем. Это нехорошая песня. При детях рубнулась матом сегодня. Ой, да, я останавливалась. Маша. Ну хотя бы, блядь, дети, они на кругах. Я сказала, блядь, Яну. Рисую шумку. У нас должны быть логотипки. Нам нужен флаг. Я говорил про флаг, да. Так. Маша, аккуратно. Допуска плав средства. Версион. Фри. Пять. Четыре. Аккуратно. Попечуть. Я ел что ли? Екута ли? Я думал, что так тяжело. Вы могли сказать. Я думал, что так тяжело. Я не знал. Он тяжелый. Нормально. Он превращает. Запикаете потом. Давай. Приподнимаем. Подожди, Илья, это не для твоих работа. Вально. Подходите, Паша. Ты же спасительный круг. Ребята, подходите. Ребята, подходите. Хлебы для четверых. Это не для твоих работа. Вот почему мы балки и подпиливали. Их подпиливаем, кстати, в воде. Спасительный угол. Нет, спасибо. Мы уже пилили в воде. Хватит. Так, не по болоту желательно. А еще чего? Так, а... Подождите, подождите. Подождите, подумаем, как будем скачивать. Сейчас в болото или сейчас в камни? Ты на старую ловку. Ну, мы охренеем, конечно. Будет рад. Я не хочу воскликнуть. Ну, как бы да. Давай. Давай. Он не хочет ножки мочить. Вы слышали? Ну, а что делать? Стоп, стоп, стоп. Не тащи. Подождите. Дайте. Здравствуйте. Как его переглядить? Я готов раздеть. Смотрите, этот человек работает на камеру. Я снимаю. Все нормально. Еее. Что вы делаете? Дайте я воду зайду. Тащи. Просто сейчас ребята увидят невероятное шоу. Ну, просто, ты представляешь, насколько ничтожными они себя почувствуют? Они всего лишь... Они даже скорость сбавили. Короче, там мужики. Нормально все. Они немножко в шоке. Мы тоже. Мы тоже. Он опять пытался раздеться, да? Не успел. Они все успели без меня. Откуда этот экзистизмизм? Паша. Ииии... Начали. Ииии раз. Иии раз. А я туда камень покажу, Паша. Тут без варианта. И больше их никто не видел. Все, пора выгребать. Сюда выгребаем? Да, да, да. Давай, держи. Левый порт. Давай. Веревка подержит свою. Что, я грибу, я грибу покажу. Веревка. Пацаны, веревки нет. Так, с веревкой все в порядке. Все хорошо. Нет, они завязаны. Это плавун, да. Некоторые вещи должны оставаться тайнами. Блин, надо было фотку делать. Выгоните плавун. Тут просто камера мастер. У меня нет платочка, но я так помашу. Надежда ударит на жаре паром. Пока. Так, Паша, берем гараж на траве. Блин, надо было фотку делать. Ладно, на самом деле, ситуация такова. А самый прикол, потому что мы высоко и натянули. И придется догребать. Что происходит? Сонька, прихвати пока весло у меня под ногой. А, ручки заняты. А почему весло сделали? Из лодки. Верно. Снижение. Вери. Синие. Спасибо за пользование нашей авиакомпании. Чем занимаются врачи, когда праздники? Шикарно. Необъятные просторы Ладоги, натянутая веревка, все абсолютно безопасно. Хочется позавидовать, Лада. Да, хочется. Но почему ты не завидуешь? Не знаю, почему. Сначала они принесли утку, а потом такие, ну слушай, она может быть с фразитами. Но мы не проверяли, честно. Нет, ну мы ее обработаем, уже пожарим. Ну там есть какая-то фишка, что нужно что-то вначале проверить, а потом только... Короче, мне в детстве снился зацикленный кошмар. Я не знаю, ну типа не знала вообще, что это за фильм, но мне было всегда очень интересно. И вот мы случайно в каком-то обзоре про супергеройские фильмы увидели этот криповый, ну я увидела эту криповую утку и поняла, что это оно. Это называется что-то там... Гарольд утка, по-моему. Ты где-то видела, да, и потом все это транслировала. Да, ну то есть в детстве я посмотрела этот фильм. Ну то есть он очень старый. Там вот это дебильные все эти спецэффекты. Вот как ты представляешь там 80-х вот это вот все. Вот. И бля, это очень крипово. Это максимально крипово. Причем эта утка типа пыталась переспать с девочкой. И это очень странно. Ну как будто бы существует планета, ну такая же типа как наша, только там утки вместо людей. Большие. Альтернативная. Да, альтернативная вселенная. И каким-то хуёвым образом эта утка попала в нашу вселенную. Ну то есть он такой типа в штанах разговаривает. Ну вот это вот все. Как обжигалась утка. Упили вот это. Я ненавижу это. Сейчас завоняет. Ты прав, реально. Это выглядит так неопетитно рядом с тобой. Ты выглядишь так неопетитно. И что, нужно вообще это быть? Выдержать или не надо? Не прогорят. Мелкие перышки. В идеале да, вот мелочи, мелочевку. Видите? Надо еще. То есть, что можно было выщипать, а он руками даже не щипается. Это надо подполять потом. Ну понятно, я вижу, да. И делать надо это равномерно и по всему этому. А? Забираем плод. Кто-то погиб. Такой же, как вы. Ходил, ходил. Да, чувствуется. Плод тащится. Гляна, гляна. Гляна наладуй. Гляна наладуй. Старый мост развалился, целый год машины хоть бы не могли проехать Сейчас вот поставили там что-то, не знаю, временное или постоянное Вот два или три года назад, два года назад Чтобы пройти под этим масштабом, вот под этим, под старым Надо было, надо было чем-то делить Субтитры сделал DimaTorzok